Кинескоп, иконоскоп, то, что ускорило появление цветного телевидения, а еще около 120 патентов, и это далеко не полный список заслуг, прославивших на весь мир Владимира Зворыкина. Поклонники музейной среды на этот раз окунулись в историю американского инженера с муромскими корнями. Владимир завершил обучение в технологическом институте. Молодой человек знакомится с девушкой по имени Татьяна Васильева. Ну а вот на этой фотографии мы видим с вами еще совсем юную Тарю Васильеву, 13-летнюю девочку, еще до встречи с Владимиром Зворыкиным, 8 лет. Главной темой стала семья. Рассказ главного научного сотрудника Елены Суботиной сопровождался архивными фотографиями. Большинство раритетных кадров были сделаны самим Владимиром Казмичем. Это одна из его любимых фотографий. На переднем плане мина, зеркало, и там вдали мы видим в зеркале Владимира Казмича, фотографирующего, и Елену, младшую из дочерей. Прочитали на газете, что сегодня будет. Вот пришли культурное время провести. На слуху это у нас всегда Зворыкины, семья, дом Зворыкиных, где у нас Краеведческий музей. Вот всю мою жизнь там находился Краеведческий музей нашего города. И мы еще в школьные годы его посещали. Потом я водила туда своих детей. Теперь вот, надеюсь, внучку свою привезти туда после ремонта. Этот дом для нас, как бы это, ну, лицо нашего города. У меня родители отсюда родом. И как бы хочется узнать поближе о своей родине, о людях, которые здесь знаменитые жили. На музейной среде гости по крупицам собирают историю Мурома. Атмосфера играет не меньшую роль, чем выбранная тема встречи. Это стены музея. Это наши экспонаты. Это то, чему я служу уже не один десяток лет. Это общение с людьми. Для того, чтобы оказаться в родном Муроме, Владимиру Кузьмичу потребовался счастливый случай. Научная конференция в Москве, новый товарищ из Столетовского университета, путешествие по Золотому кольцу и цель достигнута. Секрет в том, что даже в свои 91 Зворыкин говорил «Учусь». После сегодняшнего рассказа захотелось стать изобретателем. Галинетов Масян, Руфин Мухаммедьяров. Новости Муром.